Наступила весна, растаял асфальт, начинаются ремонтные работы. На Мундиале по футболу заработают все сферы бизнеса. Но сколько заработают рестораторы? И как пасхальный кулич подешевел? Здравствуйте! В эфире новости экономики в студии Ренат Хуснудинов. После зимнего периода дорожное полотно изнашивается и с приходом весны открывается сезон ремонта дорог. Ремонтировать дороги будут и в республике. В этом году на них потратят почти 24 миллиарда рублей. Об этом сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства республики Артем Чукин. Объем финансирования на 2017 год сегодня определен. Это 23,9 миллиарда рублей. Данные средства будут направлены на строительство вновь дорог, в том числе на подъезды к сельским населенным пунктам. Отмечу, что 20 подъездов будет построено с участием федерального финансирования по программе и согласно заключенного соглашения с Федеральным дорожным агентством. Также будут проведены ремонтные работы на общей сети региональных автомобильных дорог и программы, реализуемые в городах Казань и набережные Челны. Средства, в том числе на содержание региональных дорог, также учтены. Дороги столицы республики также приведут в порядок. В статье расходов на них предусмотрена сумма в размере 5,5 миллиардов рублей. Масштабные работы по ремонту дорог пока еще не начались, но в Казани ямочный ремонт уже стартовал. На эти цели в Казани выделено 53 миллиона рублей. Снижение доходов населения с 2014 года значительно усложнило ситуацию на ресторанном рынке. Но в этом году у этой отрасли экономики есть хороший шанс подзаработать. По оценкам экспертов, толчком этому может быть предстоящий чемпионат мира по футболу. Если говорить о цифрах, ожидается, что фанаты этого вида спорта принесут ресторанам и кафе дополнительно 13 миллиардов рублей. За счет этого оборот общепита в России может увеличиться почти на 1%. Большее количество клиентов ожидается в заведениях средней ценовой категории, со средним чеком в пределах 1 тысячи рублей. Проведение глобальных спортивных мероприятий позитивно влияет на ресторанный бизнес. К примеру, Олимпийские игры и гран-при «Формула-1» в Сочи в 2014 году стало драйвером развития ресторанных проектов. Эти события помогли ресторанам привлечь 5 миллиардов рублей. Чемпионат мира посетит почти столько же человек, что и Олимпиаду в Сочи. Но между двумя этими спортивными мероприятиями есть одно отличие. Мундиаль по футболу будет длиться почти в два раза дольше. А это означает, что у бизнесменов есть возможность заработать на этом больше в два раза. Компания «Унистрой» уже более 20 лет осуществляет свою деятельность на рынке недвижимости города Казани. И с 2014 года при помощи ЖНК «Жилищные возможности» реализуется программа рассрочки. Вам не требуется подтверждение доходов с правок поручителей. Вам необходим только паспорт и желание жить в новых комфортабельных комплексах от компании «Унистрой». Приобрести квартиру в ЖНК было совершенно несложно. Ограничения по возрасту отсутствуют. За один день мы все это оформили. И когда сдался дом, я въехала в свою хорошую квартиру. Это удобно, выгодно, без переплаты. И самое главное, можно использовать материнский капитал. Очень удобно, не нужно страхование оформлять. Нам подошло, мы взяли. Основными аргументами в пользу выбора жилищно-накопительственного кооператива для меня является минимальный пакет документов, и я сам контролирую свой ежемесячный платеж. «Унистроим города» Буквально вчера в православном мире прошел праздник Пасхи. Один из непременных атрибутов которого – это, конечно же, пасхальный кулич. Стоимость на разные виды товаров постоянно колеблются, поэтому в честь праздника был подсчитан индекс кулича, который в этом году снизился на 14 рублей. Для расчета использовались основные ингредиенты классического кулича. Это мука, молоко, масло, яйца, сахар и сухофрукты. Таким образом, удалось выяснить, что себестоимость кулича, изготовленного в Казани, составляет 79 рублей. Примечательно, что в 2017 году пасхальный кулич обошелся казанцам дороже. Стоил он почти 94 рубля. Снизить себестоимость кулича в этом году получилось за счет некоторых ингредиентов. Согласно данным Росстата, за год в Казани на 20 рублей подешевел килограмм масла, на 12 рублей десяток яиц и на 10 рублей килограмм сахара. Это были новости экономики. С вами был Ренат Куснудинов. Всего доброго. До свидания.